Свой ежегодный отчет перед депутатами, представителями общественных организаций, жителями городского округа Щелкова глава Андрей Булгаков начал с оценки политической ситуации в стране и мире. Я полностью поддерживаю позицию нашего президента. Он принял правильное решение, которое далось ему нелегко. В это важное для нашей страны время самое главное, что мы можем сделать, объединить усилия государства, жителей и бизнеса. Не дать тем, кто настроен против русского народа, расколоть наше общество путем создания фейков и призывов к правонарушению. Наша сила в единстве. Что же касается итогов работы органов исполнительной власти округа в 2021 году, то они отражены в областном рейтинге. Напомним, Щелкова заняла первое место. Это не только высокая оценка, отметил Андрей Булгаков, это еще и 200 миллионов рублей в бюджет. Средства будут направлены на развитие округа. По качеству управления финансами Щелкова удерживает лидерство уже несколько лет. Муниципалитет номинирован на лучшее муниципальное образование в России в сфере управления общественными финансами. Спасибо финуправлению, администрации и совету депутатов. Эти достижения стали возможны благодаря вашей слаженной совместной работе. Более чем на 103% выполнен бюджет прошлого года. Андрей Булгаков отметил вклад крупнейших предприятий. Интересно, что появился и крупнейший налогоплательщик физическое лицо, владелец усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. По моей просьбе жителем Щелкова стал Андрей Ковалев. Теперь в консолидированный бюджет поступают его личные налоги. В прошлом году сумма составила почти 780 миллионов рублей. В своем отчете глава отметил, что значимые результаты есть в каждой сфере жизни, от ЖКХ до экологии и от строительства до спорта. Третий год в центре внимания остается работа медиков, на которых в связи с пандемией легла усиленная нагрузка. Был принят ряд мер, чтобы разгрузить эту сферу. Закупка экспресс-тестов, внедрение IP-телефонии, перевод услуг в онлайн-режиме, а главное привлечение новых специалистов. В 2021 году было привлечено 112 врачей. Муниципалитет помог решить жилищный вопрос 35 семьям медиков. С этого года поддержка будет более ощутимой. Компенсация платы за найм жилья для этих категорий переходит в региональный бюджет. Открыта поликлиника в новом городке, амбулатория в микрорайоне Финский, завершен капремонт главного корпуса больницы на Краснознаменской. За счет областного бюджета в округ поступило более 100 единиц медоборудования, 29 автомобилей, скорой и неотложной помощи. В 2021 году была открыта школа на 1100 мест в микрорайоне Жигалова. После капремонта открыта школа в поселке Загорянский. Еще три школы строятся сейчас. Новая в Финском, вторые корпуса школ номер 7 и номер 11. Определились планы по строительству учреждения в новом городке. Учитывая острую потребность учреждений, направили ходатайство в адрес Минстроя, сделали проект, прошли экспертизу, договоренности по переносу сроков достигнуты. В этом году планируем приступить к строительству школы на 550 мест. В течение четырех лет мы планируем построить шесть объектов дошкольного образования в центральной части Щелка, у микрорайонов Финский, Чкаловский, Щелково-Семьи и в Загорянке. В общей сложности это даст почти тысячу новых мест. Глава напомнила о том, что 32 образовательных учреждения в прошлом году дождались долгожданного ремонта. Работы ведутся за счет местного бюджета. Еще 35 учреждений текущий ремонт затронет в этом году. Оценивая результаты работы властей в области физкультуры и спорта, Андрей Булгаков назвал два скейт-парка в Щелкове и Медвежках, начало реконструкции стадиона «Труд» во Фрянове, создание полноценной спортбазы в Загорянке, на очереди Монина. Большой объем работ планируем провести на территории бывшего военного городка Монина. Первый и самый долгожданный – это строительство фока с бассейном. Уже во втором квартале планируем заключить контракт на строительные работы. В нескольких учреждениях культуры завершены значительные по объему ремонтные работы. Сложной для Щелкова остается тема ЖКХ. Изношенные сети, в основном на территории бывших военных городков, объекты коммунальной инфраструктуры, находившиеся в частных руках. Но и здесь есть что отметить. В ЖК «Восточная Европа» наконец решили проблему водоснабжения. В прошлом году мы полностью заменили систему очистки и технологическое оборудование. Таким образом, 1500 человек получили чистую питьевую воду, по сути, впервые за 6 лет. Чистая вода после капремонта водозаборного узла пришла в поселок Краснознаменский. А к жителям микрорайона Бахчеванджи скоро придет бесперебойное тепло. Для жителей Бахчеванджи мы начали строить котельную. Также запроектировали новую теплотрассу длиной 6 километров, к строительству которой планируем приступить уже в этом году. Долгожданные события, которые позволят обеспечить бесперебойным теплом почти 19 тысяч человек. Это 55 жилых домов и 3 соцобъекта. Андрей Булгаков отметил, что эффективно взаимодействовать с жителями в решении проблем помогает Центр управления регионом. Туда стекаются жалобы, оттуда же идет и оценка. По данным Центра управления регионом, я перед выходом запросил статистику. Зимний сезон прошлого года и зимний сезон этого года. Жалоб на аварии по теплу в зимний сезон уменьшилось в этом году в связи с нашей работой плановой летом в 12 раз. В жилищно-коммунальном хозяйстве всегда большой объем плановых работ. В частности, проведен капремонт в 36 многоквартирных домах и 167 подъездах. Цифры еще больше на этот год. 16 дворов комплексно благоустроено. Отметил Андрей Булгаков и президентский проект социальной газификации – бесплатное подведение газа до границ участка. Более 400 жителей округа уже стали участниками программы. Беспрецедентным назвал глава объем выполненных работ в дорожно-транспортной сфере. Серьезные средства получены благодаря правительству области. Отремонтировано 68 километров дорог в полтора раза больше, чем в 2020 году. Обустроено 8 километров тротуаров. Новый проект «Народные тропы» встретил большую поддержку жителей. Дорожки привели в порядок более чем по 30 адресам. В плане над 22-й – более 40. В округе ремонтировали ямы, устанавливали знаки, освещали проблемные переходы, устраняли места постоянных подтоплений, обустраивали парковки и многое другое, что было отмечено в отчете. Важно отметить, подъезды к СНТ и участкам многодетных семей. Порядка 30 дорог отремонтированы и отсыпаны щебнями. Серьезную помощь в этом вопросе оказало правительство. В Московской области рекордные объемы субсидий были выделены нашему округу. Для автомобилистов актуальна ситуация на главной магистрали Щелково – Пролетарском проспекте. Проведен комплекс мероприятий, чтобы снизить загруженность Пролетарского проспекта. Была расширена улица Заречная, также расширена проезжая часть улиц Советская и Московская. Здесь же обустроен пешеходный тротуар. В рамках проекта «Долой, глупый плод» пробки изменен график работы светофоров на самом проблемном перекрестке Пролетарского проспекта и Заречной. Настроены 10 светофоров по принципу зеленой волны. Это позволило немного, но на 30% разгрузить движение в сторону области. Андрей Булгаков отметил подвижки в реализации важных для жителей проектов – строительство пешеходного перехода на Пролетарском проспекте и второго этапа Восточного обхода. Аукционы, проектно-изыскательские работы, экспертиза проведены. Ждем. Благоустройство зон общественного притяжения всегда наиболее заметно для жителей. В прошедшем году преобразилась территория прудов в микрорайоне Щелково-7. Появился круглогодичный каток в парке. Реконструирована улица Пушкина. Масштабные изменения произошли в 2021 году с улицей Пушкина. Теперь это современная пешеходная зона с окровыми элементами, велодорожками, новым освещением и покрытием. Это стало возможным благодаря субсидии от правительства Московской области и личному вниманию губернатора к вопросам благоустройства. На реализацию проекта было направлено более 180 миллионов рублей. По словам Андрея Булгакова, в планах властей создать современное общественное пространство у Щелковского театра, обустроить Чкаловский парк, а также продолжить проект «Оберегая Щелково». Как вы помните, он берет свое начало от краснознамецкого сферы, который мы совместно с жителями спасли от строительства торгового центра. Проект включает в себя создание зеленого каркаса, который соединит все районы города, пешеходные и велосипедные маршруты, зоны отдыха. Уверен, что это действительно станет точкой притяжения для каждого жителя Щелково, независимо от возраста. Для комфорта жителей важны и большие, и малые дела, такие как площадка для выгула собак в Богородском или плитка у ДК имени Чкалова. Городской округ Щелково постарается держать лидерские позиции, отметил Андрей Булгаков. Конечно, реализация планов будет зависеть от текущей ситуации, но трудностей команда администрации, по его словам, не боится. Особенно при поддержке депутатского корпуса, бизнеса и областного правительства. И под девизом «Щелково – власть для человека». Ирина Микеда, Игорь Поляков, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова